Вот вы должны застыть не с лицами таким тьфу, а с такими тьфу! И вот прям вот это застыть. Последние штрихи за несколько минут до начала долгожданной премьеры. Пока спектакль «Вознесенский поиск.ру» в Анапе из-за пандемии пришлось откладывать больше, чем на год. За это время театральная студия «Многоточие» успела получить за него сразу три диплома Международного фестиваля молодых театров в Сочи и внести в постановку множество корректив. Это действительно очень капризный спектакль, который имеет свое настроение. Мы его любим. Я, во всяком случае. Но мне кажется, что и ребята тоже все-таки заразились моей этой любовью к этому спектаклю. И мы настолько хотим его показать, что мне кажется, ну должно получиться. Ну должно! Создательница спектакля считает его абсолютно некоммерческим. Он построен на поэзии Андрея Вознесенского и документальных текстах. Работа получилась серьезной и довольно сложной. Вознесенский сам по себе достаточно сложный поэт. И поэтому суметь воплотить его и найти те произведения, которые бы, ну скажем так, затрагивали души разных людей, разных поколений, разных вкусов, это дорогого стоит. Впечатление очень-очень сильное, мощное. Есть над чем задуматься и о чем подумать. Поэзия, тема о России, она всю Россию к тебе прислоняет и наполняет. Поэтому, когда говоришь о таком большом и прекрасном, силы приходят вновь и вновь. Хочется его еще играть и играть, играть лучше. И очень хорошо, что зрителю спектакль понравился. Это самое большое счастье для всего коллектива. Судя по реакции на постановку «Вознесенский поиск.ру», анапские зрители будут просить актеров показать спектакль не один раз. А 1 мая студия «Многоточие» представит еще одну премьеру. На этот раз публики обещают легкую, веселую и яркую сказку для детей и взрослых. Никита Бойко, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа-регион.